Рабочая партия России Владимир Владимирович, как Вы узнали о Рабочей партии России и почему у Вас такое желание возникло присоединиться к этой партии? На мой взгляд, самые интересные материалы, которые касаются левого движения, рабочего движения, это Красное ТВ. Через Красное ТВ я и познакомился с Рабочей партией России. И тот голод информационно-интеллектуальный, который я испытывал в последнее время. Только материалы Красного ТВ, материалы Рабочей партии России и ролики Попова Михаила Васильевича. Ролики Попова Михаила Васильевича, это просто как бальзам на душу. На самом деле, человек угадывает те вопросы, которые рождаются у нас в головах. Одни из последних роликов, это о понятии пролетариата, о понятии диктатуры пролетариата. Я состою в членах КПРФ, накануне приезда сюда, я спросил у товарища, который представляет РПР в Москве, Алексей, а могут вступить в Рабочую партию России члены других партий, в частности КПРФ. Я говорю, прочитал устав, ничего там не нашел, никаких ограничений, а то, что членами РПР могут стать членами других партий. Он говорит, да, ограничений нет. Ну, все тогда замечательно. Тогда я еду. Я просто хочу сказать, что эти вопросы, которые, наверное, самые главные, они в КПРФ не поднимаются. Не поднимаются. И никто на них отвечать там не собирается. Вы имеете в виду теоретические? Теоретические вопросы, да. Можно мне не поверить. Попробуйте открыть интернет. И на каких-нибудь сайтах областных отделений, да, ну, у районных отделений, как правило, сайтов вообще нет. Зайдите на сайт любого регионального отделения КПРФ и попробуйте там что-нибудь найти. По теоретической части ничего там не найдете. Вот устав программы, выступление Зюганова, где перед каждым абзацом можно поставить, как хорошо было бы, если бы дальше можно цитировать Зюганова. Вот вот эти вот какие-то фразы, какие-то цели, задачи без маршрутов. Вот эта вот характеристика КПРФ сегодня. А как вы относитесь к тому, что КПРФ это парламентская партия, имеющая большую численность и заявляющая, что ее целью является защита прав трудящихся? И на ее фоне Рабочая партия России, по сути, численность очень скромная и в выборах не участвует, как партия не зарегистрирована. Как вы считаете, это является каким-либо препятствием или говорит ли это о бесперспективности работы партии? Какой? Рабочей? Рабочей партии России, да. Ну вот в этом, в плане численности, размера, вот вы все-таки, как член КПРФ, наверное, представляете размер. Я перспективы КПРФ не вижу. Наблюдая за тенденцией, которые существуют в изменении устава, где вымывается демократия, с каждой новой редакции демократии все меньше и меньше. Демократия. Централизм все больше и больше. Я не понаслышке знаю, что за практически непереизбираемые руководящие органы. А потому что встав так написано. Сейчас практически конференцию невозможно даже созвать. Вот одна треть решила созвать. А комитет, он может созвать конференцию, а может не созвать. Можно открыть состав, читать КПРФ. Такое ощущение, что специально не прописано никак жестко норма представительства на конференции. Я у КПРФ не вижу перспектив, а у РПРФ вижу. У РПРФ вижу. То есть вы видите отличия и даже на уровне устава вы можете сказать какие отличия принципиальные? На уровне устава, ну вот я не хочу, ну я уже сказал. Самое главное это то, что вымыт демократизм из устава КПРФ. А у РПРФ есть он и есть. Он сохраняется и там как раз самое главное. Мне очень нравится то, что большое внимание уделяется у РПРФ, что соответствует ее названию, а численности именно рабочих. К сожалению, этот принцип в КПРФ он совершенно забыт. Я, например, знаю, как выдвигаются делегаты. Выбраны представительские органы власти уровня города, региона, что-то типа заказали, собрали. Нужны кто? Те, у кого есть деньги на предвыборную кампанию. Медийность. Деньги и медийность. Вот два критерия основных. Чтобы стать депутатом. И если у тебя есть и то, и другое, ты можешь даже не быть вообще членом. И пойдешь депутатом от КПРФ. И спрашивается, а какой, вот почему очень мало активности со стороны рядовых коммунистов в предвыборной кампании? Почему? А потому что, а кто будет копья ломать свои ради человека, который вообще никак не подконтролен партией? Если он не является членом ни одной первичной, ну там, первичной, ну, в общем, ни одной партийной организации, первичной, местной, региона, не является. У нас он вообще не подконтролен. И зачем за него голосовать, зачем за него бороться? Ну, КПРФ, что там могу сказать? Это, она долго просуществует, потому что в парламенте нужна, в кавычках, левая позиция, в кавычках, понятно, почему я оставлю. То есть нужна якобы левая позиция. Два костыля у Путина. Левый костыль Зуганов и правый. Жириновский. И Путин шикарно себя чувствует с этими двумя костылями. Он и слева защищен, и справа защищен. И я думаю, Единая Россия будет поддерживать. Не дадут пропасть КПРФ. Люди, которые прочитали, находятся сейчас на руководящих постах в КПРФ. Они себя очень надежно, устойчиво чувствуют. Очень. Они знают, что, в общем-то, корабль КПРФ, я так думаю, что непотопляемый. Потому что он нужен действующей власти. Но при этом интересам народа-то вряд ли соответствует. Не считайте. Я разговариваю с простыми людьми, но... Многие так говорят, а зачем нам нужен посредник между властью и нами? Зачем? Чтобы мы просили этого посредника, чтобы он с барского стола нам какие-то крошки дал. Типа там 500 рублей к празднику. Каких-нибудь там ветеранов или к отечественной войне. Там еще какие-то другие крошки. Зачем нам эти депутаты нужны? Мы что, не можем напрямую пойти в прокуратуру? Там или в администрацию? Какой смысл в этих депутатских запросах со стороны КПРФ? Я так думаю, что... Ну, вот это вот выклянчивание у власти. Уважаемый такой-то, такой-то там, Иван Иванович, дайте, пожалуйста, 500 рублей детям войны. Это забота о народе. Решайте, что-то эти 500 рублей. Ничего не решает. Вот если я ответил на этот вопрос. Это не те формы, которые можно назвать борьбой за интерес трудящихся, в первую очередь. Я могу сказать, что КПРФ как огня борется профсоюзов. Вот чем меня привлекает рабочая партия России? Тем, что это одним из направлений этой партии является развитие работы профсоюзов. Зайдите на центральный сайт КПРФ. Вы там вообще материалов о профсоюзах не найдете. Не найдете. Там нет материалов про профсоюз. Там какие-то даже элементарные контакты не найдете. Как решаются вопросы трудовых коллективов? Так же, как решают депутаты от «Единой России», от «Справедливой России». Люди из верхов КПРФ, депутаты Госдумы садятся за стол переговоров с олигархами и начинают торговать. Те же самые методы, что «Единой России». То есть вместо того, чтобы коллектив настроить на боевые действия давить, они пытаются все проблемы решать там наверху. Поэтому до смешного доходит, когда решаются какие-то вопросы финансирования крупных предприятий. Нам, допустим, выделили госзаказ. И можно ухохотаться потом. Депутат от КПРФ, это мы надавили на правительство, дали госзаказ предприятия. То же самое говорит депутат от ЛДПР. Это мы тут спасли ситуацию на заводе. То же самое. «Справедливая Россия» естественно, то же самое говорит «Единой России». Смотришь на них и разница никакой не видишь. Ну вот, чурание профсоюзов, к сожалению, это стало чертой КПРФ. Ну, давно уже стало. Возвращаясь к разговору, почему у меня прилетает РПРФ. Потому что это, наверное, главное направление – это боевые профсоюзы. Благодарен тем урокам, которые ведет Михаил Васильевич Попов по диалектике. Я философией увлекался очень давно. Я пытался поступить в гуманитарный вуз еще после школы. Там не сложилось. И очень меня стала близка диалектика после разъяснения Михаила Васильевича. Что касается борьбы с антисоветизмом, который ведет КПРФ. Я не знаю, может, меня потом Михаил Васильевич поправит, скажет. Владимир Владимирович, вы неправильно поняли Гегеля. Чем занимается КПРФ? Борьба с антисоветизмом. Я как разложил по полочкам. Нечто – борьба за советскую власть. Иное – борьба с советской властью. Иное и иного – борьба с борьбой против советской власти. То есть борьба с антисоветизмом. Есть не что иное, как иное и иного. А по Гегелю мы читаем – иное и иного есть иное же. То есть надо понимать, что борьба с антисоветизмом не есть. борьба за советскую власть а почему мы ведем борьбу с антисоветизмом? потому что это безопасно вот бороться за советскую власть это опасно, это противозаконно а борьба с антисоветизмом это вот легко, пожалуйста это безопасно игра на ностальгией да, да, да абсолютно беззубая да, конечно Конечно, борьба за советскую власть, она невозможна без борьбы с антисоветизмом, но это не одно и то же. Борьба с антисоветизмом – это лишь один моментик, полноценная, полная борьба за советскую власть. Ее, к сожалению, нет. Ну и стоит подчеркнуть, что все-таки борьба за советскую власть, в прямом смысле, на данном этапе также не влечет за собой нарушение закона, правильно? Мы же сейчас действуем в рамках буржуазного государства, строго по законам, в рамках общественной организации и при этом ведем борьбу за советскую власть. Можно так сказать? Да, можно начать с того, что мы делаем общественную организацию, которая называется «Совет рабочих». Никто не запретит. И обкатывать на примере общественной организации «Совет рабочих» принципы рабочей демократии. Они нужны. Давайте мы вспомним немножко историю. Советы возникли в 1905 году, а востребованные оказались лишь 12 лет спустя, на сегодняшний день. Я вот не понимаю, для кого вот эти все пишутся программы в КПРФ? Вот мы за национализацию ресурсов, целевой экономики. Мы за национализацию энергетики. Мы за то, чтобы была госмонополия на производство спирта. Хорошо. Допустим, представим, нереальную ситуацию. КПРФ вдруг заняла 51-52% голосов в Госдуме, принимает этот закон. Что будет дальше? Будет Госдума распущена, никто эти законы исполнять не будет. Вы можете проголосовать за эти голоса, а завтра Госдума не будет. В лучшем случае мирно все разойдутся. И что будет делать в КПРФ? На какие органы власти она будет опираться? А вот если бы занялась генерацией в данных ситуациях новых органов власти, в лице Совета, то можно было бы перейти на эти новые органы власти, новые Советы. Но этим никто не занимается. И на вопрос... В КПРФ? Да, в КПРФ этим не занимается. И так они даже в вопросах не возникают о том, что... А что, мирным образом акционеры Газпрома откажутся от своих акций? Из-за того, что мы какой-то там закон приняли. На эти вопросы они не отвечают. Ну, потому что в рамках их идеологии невозможно найти ответы. Потому что их нет в моих идеологиях. Вот что, Володя, хотел еще добавить. Все, отлично. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.